Трагичную прошлую неделю чиновники тоже не обошли стороной. Мэр подчеркнул, что не последнюю роль в произошедших несчастных случаях сыграл и человеческий фактор. Управлению по курортам Пахомов поручил разработать учебный план для руководителей объектов размещения, которых обяжут проводить беседы с постояльцами, рассказывать курортникам о штормовых предупреждениях и их возможных последствиях. К слову, в ближайшие сутки в Сочи снова ожидается дождь с грозой. Люди приезжают с разных регионов, они не могут, наверное, себе не представляют. Ну, шторм и шторм. Думают, шторм, может быть, в море только шторм. Или, например, идут по городу, когда уже 61 мм осадков выпал, и по большому счету вода вышла даже уже с ливнева, вышла, сравнялась. И 10 см по бордюр идет. Ну, естественно, что местный понимает, что это очень опасно, и ни в коем случае нельзя вообще ходить по такому, потому что может водой смыть, потому что оно идет с определенной скоростью, потому что с гор идет. Наверное, те, кто к нам приезжает, могут этого не знать. Масса вопросов у главы города к правоохранительным органам, которые, к слову, так и не дошли до улицы Просвещения, пока там не произошел пожар. Причина – отсутствие санкции прокуратуры на проверку объекта. Я дал конкретное поручение, показал два письма на начальника полиции, который пишем. Два месяца пишем. Примите меры по самоуправству. Ноль. Проходит время, неделя. Опять ноль. Рассказываю. Нам прокуратура не разрешает. Кто полиции мешает? Прокурор. Зачем, если это самоуправство? Я завтра вам покажу, как это делается. Я завтра закрою все на свете, и вы увидите, что вы бездельники. Всего лишь навсего. И бездельники, из-за которых происходит ЧП. Инспектировать Адлерский район, в том числе на предмет несанкционированной торговли, глава города отправится с госпожнадзором и представителями полиции. В полной готовности должны быть спецмашины и кран для сноса и вывоза незаконных объектов, подчеркивает Пахомов. Сопровождать главу города во время рейда будет новый глава района. Сергея Петрова, который полтора года руководил Адлером, сменил Денис Юрковский, занимавший должность заместителя главы центрального района курорта. Сегодня же мэр представил и исполняющего обязанности главы Хостинского района. Это Павел Клопотовский, прежде заместитель Игоря Яшнова, которому Анатолий Пахомов предложил покинуть пост главы Хостинского района в связи с утратой доверия. А вот доверие обманутых дольщиков недобросовестные застройщики уже вряд ли вернут. Работу над ошибками строителей ведет администрация города. И к концу года из 28 объектов, строящихся по 214-му федеральному закону, 12 будут исключены из реестра проблемных. С места сдвинулись вопросы с законсервированными объектами концерна ВАНД. И наш дом Сочи об этом на планерке доложил директор департамента строительства. Четыре объекта уже сняли, только начали работать, начали конкретно заниматься. И четыре объекта, четыре объекта. Сколько людей там было обманутых дольщиков? 1429. 1429. Я понимаю еще раз. Вот вам результат. 15 сентября в городе запланировано крупное совещание, на котором подведут итоги работы по удовлетворению прав дольщиков. К этому сроку ответы на вопросы должны быть найдены по всем объектам строительства. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.